Спасибо, Ольга. Продолжим выпуск. Республика Молдова не станет членом Евросоюза в ближайшие пять лет, то есть к 2030 году, как обещала в своей предвыборной кампании Майя Санду. Об этом заявила на слушаниях в Европарламенте кандидат на пост Еврокомиссара по расширению ЕС Славенко Марта Кос. По ее словам, в этот период у Евросоюза могут быть приняты только одна или две балканские страны. И, скорее всего, это будут Черногория и Албания. Молдова в списках не значится. Как бы ни убеждали власти избирателей, что к 2030 году наша страна может стать членом Евросоюза, в ЕС нас никто не ждет. Это четко прозвучало в конце прошлой недели во время слушаний в Европарламенте, где представительница Словении Марта Кос получила одобрение для утверждения на должность Еврокомиссара по вопросам расширения. В ходе своего выступления Кос, по сути, раскрыла планы Евросоюза по расширению на ближайшие пять лет. В предстоящие пять лет реальные шансы на вступление имеют одна или две балканские страны, с которыми может быть завершен переговорный процесс. С Черногорией все переговорные вопросы можно было бы закрыть до конца 2026 года, а с Албанией – до конца 2027 года. Ни Молдова, ни Украина, которые в связи с геополитическими событиями в июне 2022 года в ускоренном порядке получили статус стран-кандидатов на вступление, в списке главных претендентов на расширение Европейского Союза не значатся. Марта Кос лишь заявила, что обязанность ЕС быть твердым союзником народа Украины. Что же касается Республики Молдова, то будущий еврокомиссар по расширению поздравила нашу страну с сохранением европейского пути и заявила, что намерена дать импульс переговорному процессу в 2025 году. Кроме того, Кос недвусмысленно отметила, что несмотря на новую геополитическую ситуацию, когда боевые действия на Украине вернули вопрос о расширении в число приоритета ЕС, осуществляться оно будет исключительно по заслугам. Кроме того, по ее словам, государства, которые в более поздний срок подали заявки на вступление, не должны стать конкурентами тем, кто сделал это раньше. Напомним, что в своей предвыборной программе на президентских выборах Майя Санду обещала избирателям подготовить страну ко вступлению в Евросоюз к 2030 году. На этом же был построен и инициированный ею референдум об изменении Конституции в целях евроинтеграции. Выборы прошли. Санду, выступавшая на них в роли спасительницы европейского курса, выиграла. И теперь выясняется, что избирателей в очередной раз поманили морковкой и пустыми обещаниями. Впрочем, не в первый раз. Как оказалось, и первый транш, обещанного перед президентскими выборами, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пакеты кредитов и помощи на 1,8 миллиарда евро Молдова получит не раньше, чем через полгода. То есть к парламентским выборам.